10 лет в центре внимания. Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных десятилетию уральской окружной телекомпании «Ермак». Сегодня мы рассказываем секреты выхода в прямой эфир. Сюжет Анастасии Кондрашовой. Минут 20 до эфира. В студии почти генеральная репетиция. Ведущая Ирина Арефьева перечитывает все подводки. Ее коллега по экрану обычно приходит чуть позднее. В эти минуты он может быть, например, в гримерке. Мы только в телевизоре красивые. Перед эфиром на лице не грамма волнения, только тональный крем. Этим и ограничивается грим для сильной половины ТВ. Ведущий выход. Пора на эфир. Сейчас ведущим повесят петлички и работа пойдет быстрее. Это всего лишь маленький микрофон, который на пиджаке ведущего почти не заметен. Не увидит зритель и того, что вести эфир ведущий может и в джинсах. Главное, чтобы ему было удобно. Казалось бы, мелочь, но во время эфира любая мелочь становится значительной. Некоторые россияне предпочитают экономить на авиаперелетах, пользуясь бюджетными авиакомпаниями. Но вот только те не всегда. Только... Да вот это заколдованное место. Мы начинаем со второй. У нас 8 секунд перебора. Прекрасно. Это голос Наташи Мироновой, режиссера. Ее во время эфира никто не видит. Зато все действие не ускользнет из-под ее зорького ока. Одновременно Наташа следит за 12 экранами. Да еще успевает нажимать столько же кнопок на своем пульте. И как она все успевает? Моя работа следить за работой всех мониторов, следить за работой ассистентов, которые в то же время должны следить за мной. Этими кнопками я выдаю в эфир. То есть это все, что идет в эфир. В общем, целая театральная постановка. И работа не меньше, чем у тамошнего режиссера. Поэтому уследить за всем не всегда получается. И вновь сюжет с Украины. В Ровно отметили столетие. Столетие со дня рождения Николая Кузнецова. В этом городе он работал разведчиком. Именно там его знали, как Пауля Зиберта. Да еще и мы, корреспонденты. Иногда бываем непунктуальны. Эфир идет. А чего нет, получается? Нету сюжета, альтернативщики второй части. Сами виноватый сегодня кипиш. А это звукорежиссер. Качество звука в его руках. За эфир двигает свои рычажки почти сотню раз. За каждым словом ведущих следит еще один человек. Нелли. Сегодня она сидит на суфлоре. Чтобы там в студии ведущий уверенно читал текст, Нелли крутит вот эту большую компьютерную мышку. Казалось бы, работа не пыльная, но не все так просто. Постраиваемся под темп каждого ведущего. Каждый ведущий читает же по-разному. Например, с темпом Владимировна, там можно просто на всю скорость отпустить мышку. Но если такой вакансии не будет, то сидеть и просто отдыхать, можно сказать. А в студии кипит своя жизнь. Пока идет сюжет, ведущие, да, наши сюжеты они смотрят не всегда. Например, тот же Ярослав Бородин. Большой любитель рассказывать анекдоты во время прямого эфира. А еще говорят, ведущие всегда на чеку. И у них железная выдержка. Мы решили это проверить и отключили Ярославу суфлер. Надеемся, эта шутка его не обидит. А в Ханты-Мансийске на один ветхий дом стало меньше. Деревянную двухэтажку сравнял с землей бульдозер. Из Ханты-Мансийска сюжет Игоря Лапика. На мне, да? Вот на мне пропал. Ну ладно. На всякий форс-мажорный случай ведущий всегда есть подводки на обычных листках бумаги. Правда, и они не всегда помогают. Вы смотрите информационную программу «День» уральской окружной телекомпании «РМАК» в студии Рейна Оревьева. В цирк прибыли индийские слоны, известные дрессировщицей Таисии Корниловой. Сегодня за одним столом собрались представители различных религиозных конфессий, чиновники. Каждый эфир горячий, как и сами новости. Но что бы ни происходило за кадром, мы стараемся, чтобы день за днем вы смогли посмотреть информационную программу «День». Телекомпания «Ермак». Десять лет в центре внимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова